Вадджи сутта, изъяны. АН 2.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам, монахи. Учитель. Ответили те монахи. Благословенный сказал, монахи, есть эти два изъяна. Какие два? Изъян, относящийся к нынешней жизни, и изъян, относящийся к будущей жизни. Один, и что такое изъян, относящийся к нынешней жизни? Вот некий человек видит, что когда цари арестовывают вора, совершившего преступление, они подвергают его различным наказаниям. Они приказывают хлестать его кнутами, бить бамбуком, бить дубинами. Они приказывают отрезать ему руки, отрезать ему ноги, отрезать ему руки и ноги, отрезать ему уши, отрезать ему нос, отрезать ему уши и нос. Они приказывают подвергнуть его пытки под названием котел с кашей, бритье до состояния полированной раковины, рот раху, огненный венок, кылающая длань, лезвие травы, одежда из коры, антилопа, мясные крюки, монеты, пекелевание щелоком, крутящийся штифт, свернутый матрас. Они приказывают облить его кипящим маслом, приказывают отдать на растерзание собакам, приказывают насадить его заживо на кол, приказывают отрубить ему голову мечом. Мысль приходит к нему, когда цари арестовали вора, совершившего преступление, они подвергают его различным наказаниям из-за его плохих поступков. Они приказывают хлестать его кнутами, отрубить ему голову мечом. Если бы я совершил такой плохой поступок, и если бы цари арестовали меня, они бы подвергли меня тем же самым наказанием. Они бы приказали хлестать меня кнутами, отрубить мне голову мечом. Боясь изъяна, относящегося к нынешней жизни, он не расхищает имущество других. Это называется изъяном, относящимся к нынешней жизни. Два, и что такое изъян, относящийся к будущей жизни? Вот некий человек обдумывает так, неблагое телесное, словесное, умственное поведение приносит плохие, болезненные результаты в будущих жизнях. Если бы я пустился в неблагое поведение телом, речью, и умом, то тогда, после распада тела, после смерти, я бы переродился в состояние лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Боясь изъяна, относящегося к будущей жизни, он отбрасывает неблагое телесное поведение и развивает благое телесное поведение. Он отбрасывает неблагое словесное поведение и развивает благое словесное поведение. Он отбрасывает неблагое умственное поведение и развивает благое умственное поведение. Он содержит себя в чистоте. Это называется изъяном, относящимся к будущей жизни. Таковы, монахи, два изъяна. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем бояться изъяна, относящегося к нынешней жизни. Мы будем бояться изъяна, относящегося к будущей жизни. Мы будем страшиться изъянов и видеть опасность в изъянах. Вот как вы должны тренировать себя. В отношении того, кто страшится изъянов и видит опасность в изъянах, можно ожидать, что он освободится от всех изъянов. Патхана сутта, старания. АН 2.2 Благословенный сказал, монахи, есть эти два старания, которых сложно достичь в мире. Какие два? Один, старания мирян, которые пребывают дома с целью одарить монахов одеждами, едой, жилищами, лекарствами и обеспечением для больных, а также, два, стараний тех, кто ушел из жизни домохозяйской в жизнь бездомную ради оставления всех обретений. Таковы два старания, которых сложно достичь в мире. Из этих двух стараний, монахи, высочайшим является старание ради оставления всех обретений. Один. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем стараться ради оставления всех обретений. Вот как вы должны тренировать себя. Один, комментарий поясняет, что под обретениями понимаются пять совокупностей, загрязнение ума, волевые формирователя. Оставление этих вещей означает не ббану. Топания сутта, мучения. АН 2.3. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи, вызывающие мучения. Какие две? Один. Вот некий человек пустился в неблагое телесное поведение. Два. Не смог пуститься в неблагое телесное поведение. Пустился в неблагое словесное поведение и не смог пуститься в неблагое словесное поведение. Пустился в неблагое умственное поведение и не смог пуститься в благое умственное поведение. Он мучается, думая, я пустился в неблагое телесное поведение. Он мучается, думая, я не смог пуститься в благое телесное поведение. Он мучается, думая, я пустился в неблагое словесное поведение. Таковы, монахи, две вещи, вызывающие мучение. Отопание сутта, не причинение мучения. АН 2.4. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи, которые не вызывают мучений. Какие две? 1. Вот некий человек пустился в благое телесное поведение. 2. Избежал того, чтобы пуститься в неблагое телесное поведение. Он не мучается, зная, я пустился в благое телесное поведение. Он не мучается, зная, я избежал того, чтобы пуститься в неблагое телесное поведение. Он не мучается, зная, я пустился в благое словесное поведение. Он не мучается, зная, я избежал того, чтобы пуститься в неблагое словесное поведение. Он не мучается, зная, я пустился в благое умственное поведение. Он не мучается, зная, я избежал того, чтобы пуститься в неблагое умственное поведение. Таковы, монахи, две вещи, которые не вызывают мучений. Упаньята сутта, познанная. АН 2.5. Благословенный сказал, монахи, я лично познал две вещи, 1. Отсутствие удовлетворенности в отношении благих качеств и, 2. Неутомимость в старании. 1. Я неутомимо старался, решив, пусть останутся только кожа, сухожилия и кости, пусть высохнет плоти кровь в моем теле, но я не позволю своему усердию слабнуть, пока не достигну того, что может быть достигнуто человеческой силой, старанием, рвением. Именно за счет прилежания я достиг просветления, монахи. Именно за счет прилежания я достиг непревзойденной защиты от подневольности. 2. Если бы, монахи, вы бы тоже старались, решив, пусть останутся только кожа, человеческой силой, старанием, рвением, то вы бы тоже вскоре реализовали для себя самостоятельно в этой самой жизни прямым знанием это непревзойденное достижение святой жизни, ради которого представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради бездомной. И, войдя в это состояние, вы будете пребывать в нем. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренировать себя, мы будем неутомимо стараться, решив, пусть останутся только кожа, человеческой силой, старанием, рвением. Вот как вы должны тренировать себя. 1. Комментарий перефразирует, не довольствуясь одной лишь джханой и сияющим образом и сосредоточением я зародил путь к араханству. И пока он не появился, я не был удовлетворен. Не будучи удовлетворенным старанием, я прилагал еще большее старание, был настойчив и не отступал. 2. Комментарий толкует слово «прилежание», а помада, как неотстраненность от осознанности. Это подтверждается другими суттами, например, СН 48-56. Под непревзойденной защитой от подневольности, согласно комментарию, подразумевается Ниббана. Саниджания сутта, Путы. АН 2-6. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи. Какие две? Созерцание привлекательности в вещах, которые могут опутать, и созерцание разочарования по отношению к вещам, которые могут опутать. 1. 1. Тот, кто пребывает в созерцании привлекательности в вещах, которые могут опутать, не отбрасывает жажды, злобы, заблуждения. Не отбросив жажды, злобы, заблуждения, он не освобожден от рождения, старости и смерти, от печали, стенания, боли, недовольства и отчаяния. Он не освобожден от страданий, я говорю вам. 2. Тот, кто пребывает в созерцании разочарования по отношению к вещам, которые могут опутать, отбрасывает жажду, злобу, заблуждений. Отбросив жажду, злобу, заблуждений, он освобожден от рождения, старости и смерти, от печали, стинания, боли, недовольства и отчаяния. Он освобожден от страданий, я говорю вам. Таковы, монахи, две вещи. Один, смотри. СН 41.1, где дается подробное объяснение этому. Канха сутта, темные. АН 2.7. Благословенный сказал, монахи, есть эти два темных качества. Какие два? Один, без стыдствия и два, безбоязненность совершить проступок. Таковы два темных качества. СУККХА СУТТА, ЯРКОЕ. АН 2.8. Благословенный сказал, монахи, есть эти два ярких качества. Какие два? Один, стыд и два, боязнь совершить проступок. Таковы два ярких качества. ЧРИО СУТТА, ПОВЕДЕНИЕ. АН 2.9. Благословенный сказал, монахи, эти два ярких качества защищают мир. Какие два? Один, стыд и два, боязнь совершить проступок. Если бы эти два ярких качества не защищали мир, то нельзя было бы увидеть сдержанности в отношении собственной матери, тетки, жен других учителей и жен других уважаемых людей. Мир впал бы в беспорядочные связи, как в случае с козами и овцами, курами и свиньями, собаками и шакалами. Но поскольку эти два ярких качества защищают мир, можно увидеть сдержанность в отношении собственной матери, тетки, жен других учителей и жен других уважаемых людей. Васупана и Касута – Проведение сезона дождей АН 2.10. Благословенный сказал, монахи, есть эти два случая для проведения сезона дождей, один. Какие два? Ранний и поздний. Таковы два случая для проведения сезона дождей. Один, монахи и монахи не должны оставаться три месяца в одном месте, монастыре, на период сезона дождей. Монашеский устав разрешает покидать это место максимум на семь дней, если на то есть веская причина. Раннее проведение означает начало в июле или начале августа и завершение в конце октября или начале ноября, зависит от лунного календаря. Поздний вариант проведения подразумевает сдвиг этих временных рамок на месяц вперед. Патхама сутта, первая. АН 2.11. Благословенный сказал, монахи, есть эти две силы. Какие две? Сила обдумывания, сила развития. Один, и что такое сила обдумывания? Вот некий человек обдумывает так, телесное неблагое поведение имеет плохой результат в нынешней жизни и в будущей жизни. Словесное неблагое поведение имеет плохой результат в нынешней жизни и в будущей жизни. Обдумав это так, он отбрасывает неблагое телесное поведение и развивает благое телесное поведение. Он отбрасывает неблагое словесное поведение и развивает благое словесное поведение. Он отбрасывает неблагое умственное поведение и развивает благое умственное поведение. Он содержит себя в чистоте. Это называется силой обдумывания. 2. И что такое сила развития? Сила развития – это сила учеников. 1. Опираясь на силу ученика, человек отбрасывает жажду, злобу и заблуждений. Отбросив жажду, злобу, и заблуждение, человек не совершает ничего неблагого. Он не преследует ничего плохого. Это называется силой развития. Таковы, монахи, две силы. Один, имеются в виду семь видов учеников, секха, это семь благородных личностей из восьми за исключением Араханта, восьмой благородной личности. Сутты АН 2.12.13 Сутты идентичны АН 2.11, но второй пункт меняется, и что такое сила развития? Вот монах развивает осознанность как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. Он развивает исследование феноменов, усердие, восторг, успокоение, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основывается на отречении, бесстрастие, прекращении, созревает выставлении. АН 2.12.12 Сутта, вторая, и что такое сила развития? Вот, будучи отстранённым от чувственных удовольствий, отстранённым от неблагих состояний ума, монах входит и пребывает в первой джхане. В четвёртой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. А.Н. 2.13 Татья сутта, третья. Читуттха сутта, четвёртая. А.Н. 2.14 Благословенный сказал, монахи, у Татхагаты есть эти два вида обучения Дхамме. Какие два? Один, кратко и, два, подробные. У Татхагаты есть эти два вида обучения Дхамме. Панчама сутта, пятая. А.Н. 2.15 Благословенный сказал, монахи, что касается некоего дисциплинарного вопроса, один, то когда монах, который совершил нарушение, и монах, который критикует его за это, не смотрит тщательно на самих себя, то можно ожидать того, что этот дисциплинарный случай приведёт к раздражительности и враждебности. Но если монах, который совершил нарушение, и монах, который совершил нарушение, и монах, который критикует его за это, смотрит тщательно на самих себя, то можно ожидать того, что этот дисциплинарный случай не приведёт к раздражительности и враждебности. Ведь и на долгое время монахи будут пребывать в успокоении. Один, и как монах, который совершил нарушение, смотрит тщательно на самого себя? Вот монах, который совершил нарушение, обдумывает, я совершил определённый неблагой проступок телом. Этот монах видел, что я сделал так. Если бы я не совершал определённого неблагого проступка телом, то он бы не увидел, что я сделал так. Но поскольку я совершил определённый неблагой проступок телом, он видел, что я сделал так. Когда он увидел, как я совершаю определённый неблагой проступок телом, он стал недовольным. Будучи недовольным, он выразил мне своё недовольство. Но поскольку он выразил мне своё недовольство, я тоже стал недоволен. Будучи недовольным, я рассказал об этом другим. Поэтому в данном случае я был тем, кто совершил нарушение, подобно тому, как это делает путник, уверивающий на таможне от обязанности платить пошлину на свои товары. Вот каким образом этот монах, который совершил нарушение, смотрит тщательно на самого себя. 2. И как критикующий монах смотрит тщательно на самого себя? Вот критикующий монах обдумывает, этот монах совершил определенный неблагой проступок телом. Я увидел, что он сделал так. Если бы этот монах не совершал определенного неблагого проступка телом, то я бы не увидел, что он сделал так. Но поскольку он совершил определенный неблагой проступок телом, я увидел, что он сделал так. Когда я увидел, как он совершает определенный неблагой проступок телом, я стал недовольным. «Будучи недовольным, я выразил ему свое недовольство». 2. Но поскольку я выразил ему свое недовольство, он тоже стал недовольным. Будучи недовольным, он рассказал об этом другим. Поэтому в данном случае я был тем, кто совершил нарушение, подобно тому, как это делает путник, уверив мужчины таможни от обязанности платить пошлину на свои товары». Вот каким образом критикующий монах смотрит тщательно на самого себя. Монахи, что касается некоего дисциплинарного вопроса, то когда монах, который совершил нарушение, и монах, который критикует его за это, не смотрит тщательно на самих себя, то можно ожидать того, что этот дисциплинарный случай приведет к раздражительности и враждебности на долгое время и монахи не будут пребывать в успокоении. Но если монах, который совершил нарушение, и монах, который критикует его за это, смотрит тщательно на самих себя, то можно ожидать того, что этот дисциплинарный случай не приведет к раздражительности и враждебности на долгое время монахи будут пребывать в успокоении. 1. Комментарий упоминает четыре вида дисциплинарных вопросов. Вопрос, касающийся спора, касающийся обвинения, касающийся проступка, касающийся процедуры. Методы разрешения дисциплинарных вопросов объяснены в МН-104. 2. Комментарий поясняет, что два изъяна критикующего монаха заключаются в том, что он стал недовольным и раскритиковал другого, исходя, именно, из своего недовольства, а не из сострадания к нему и так далее. Три изъяна совершившего проступок заключаются в 1. Проступки, 2. В том, что он стал недовольным, 3. И в том, что он рассказал о случившемся другим. Чхат-Тхасутта, 6. АН-2-16. И тогда некий брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, 1. Почему, мастер Гатама, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду? Брахман, из-за неправедного поведения, поведения противоположного Дхаме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду? 2. Мастер Гатама, почему некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире? Брахман, из-за праведного поведения, поведение свойственного Дхамме, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Саптама сутта, седьмая. АН 2.17. И тогда Брахман Джанусони подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и обратился к Благословенному 1. Мастер Гатама, почему некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду? Брахман, из-за того, что было сделано, и из-за того, что не было сделано, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. 2. Мастер Гатама, почему некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире? Брахман, из-за того, что было сделано, и из-за того, что не было сделано, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире? Я не понимаю в подробностях значение утверждения, которое мастер Готама изложил кратко, не прояснив значение в подробностях. Пусть мастер Готама научит меня Дхамме так, чтобы я смог понять в подробностях значение этого. В таком случае, Брахман, «Слушай внимательно, я буду говорить». «Да, почтенный», — ответил Брахман. Благословенный сказал, «Брахман, вот некий человек совершил поступки, относящиеся к неблагому телесному поведению, но не поступки, относящиеся к благому телесному поведению. Он совершил поступки, относящиеся к неблагому словесному поведению, но не поступки, относящиеся к благому словесному поведению. Он совершил поступки, относящиеся к неблагому умственному поведению, но не поступки, относящиеся к благому умственному поведению. Вот как из-за того, что было сделано, и из-за того, что не было сделано, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Но некий человек совершил поступки, относящиеся к благому телесному, словесному, умственному поведению, но не поступки, относящиеся к неблагому умственному поведению. Вот как из-за того, что было сделано, и из-за того, что не было сделано, некоторые существа после распада тела, после смерти, перерождаются в благом уделе, в небесном мире. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Абдхама сутта, восьмая. А.Н. 2.18. И тогда достопочтенный Ананда подошел к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем благословенный сказал ему, один, Ананда, я решительно заявляю, что поступки, относящиеся к неблагому телесному поведению, словесному поведению, умственному поведению, не следует совершать. Учитель, поскольку благословенно решительно заявил, что поступки, относящиеся к неблагому телесному поведению, словесному поведению, умственному поведению, не следует совершать, то какой опасности следует ожидать от подобных действий? Ананда, я решительно заявил, потому что от подобных действий можно ожидать вот какой опасности, человек венит самого себя. Мудрый, изучив, критикуют его. О нем идет плохая молва. Он умирает со спутанным умом. С распадом тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Я решительно заявил, потому что от подобных действий можно ожидать вот этой опасности. 2. Ананда, я решительно заявляю, что поступки, относящиеся к благому телесному поведению, словесному поведению, умственному поведению, следует совершать. Учитель, поскольку благословенно решительно заявил, что поступки, относящиеся к благому телесному поведению, словесному поведению, умственному поведению, следует совершать, то какой пользы следует ожидать от подобных действий? Ананда, я решительно заявил, потому что от подобных действий можно ожидать вот какой пользы. Человек не винит самого себя. Мудрый, изучив, восхваляют его. О нем идет благая молва. Он умирает не со спутанным умом. С распадом тела, после смерти, он перерождается в благому деле, в небесном мире. Я решительно заявил, потому что от подобных действий можно ожидать вот этой пользы. Новама сутта, девятое. А.Н. 2.19. Благословенный сказал, один, монахи, отбросьте неблагое. Существует возможность отбросить неблагое. Если бы не было возможности отбросить неблагое, я бы не сказал, монахи, отбросьте неблагое. Но именно потому, что существует возможность отбросить неблагое, я говорю вам, монахи, отбросьте неблагое. Если бы это отбрасывание неблагого вело бы к вреду и страданию, я бы не сказал вам отбрасывать это. Но поскольку отбрасывание неблагого ведет к благополучию и счастью, я говорю вам, монахи, отбросьте неблагое. 2. «Монахи, развивайте благое». Существует возможность развить благое. Если бы не было возможности развить благое, я бы не сказал, «Монахи, развивайте благое». Но именно потому, что существует возможность развить благое, я говорю вам, «Монахи, развивайте благое». Если бы это развитие благого вело бы к вреду и страданию, я бы не сказал вам развивать это. Но поскольку развитие благого ведет к благополучию и счастью, я говорю вам, «Монахи, развивайте благое». ДОСАМА СУТТА, ДЕСЯТАЯ. АН 2.20. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти две вещи, которые ведут к упадку и исчезновению благой Дхаммы». Какие две? Один, плохо установленные слова и фразы, и, два, плохо объясненный смысл. Когда слова и фразы плохо установлены, смысл плохо объяснен. Таковы две вещи, которые ведут к упадку и исчезновению благой Дхаммы. «Монахи, есть эти две вещи, которые ведут к продолжительности, «не упадку и не исчезновению благой Дхаммы». Какие две хорошо установленные слова и фразы и хорошо объясненный смысл? Когда слова и фразы хорошо установлены, смысл хорошо объяснен. Таковы две вещи, которые ведут к продолжительности «не упадку и не исчезновению благой Дхаммы». Патхама сутта, первая. А.Н. 2.21. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида глупцов. Какие два? Один, тот, кто не видит свой проступок как проступок, и, два, тот, кто в соответствии с Дхаммой не принимает признание проступка того, кто в нем сознается. Таковы два вида глупцов. Монахи, есть эти два вида мудрецов. Какие два? Тот, кто видит свой проступок как проступок, и тот, кто в соответствии с Дхаммой принимает признание проступка того, кто в нем сознается. Таковы два вида мудрецов». Дутия сутта, вторая. А.Н. 2.22. Благословенный сказал, «Монахи, эти двое выставляют Татхагату в ложном свете. Какие двое? Один, тот, кто будучи полным ненависти питает ненависти, два, тот, кто обладает верой из-за своего неправильного понимания. Эти двое выставляют Татхагату в ложном свете, один. Один, комментарий в качестве первого случая приводится на Кхату, который утверждал, что у Будды нет каких-либо сверхчеловеческих способностей. В качестве второго примера приводятся те, кто утверждают, что, например, Будда является всецело трансцендентным, включая его тело, волосы на голове и так далее, вероятно, намекая на школу лакоптаровадинов, представители которой придерживались такой точки зрения. Татья сутта, третья. АН 2.23. Благословенный сказал, монахи, эти двое выставляют Татхагату в ложном свете. Какие двое? Один, тот, кто объясняет то, что не было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что было утверждено и произнесено им, и, два, тот, кто объясняет то, что было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что не было утверждено и произнесено им. Эти двое выставляют Татхагату в ложном свете. Монахи, эти двое не выставляют Татхагату в ложном свете. Какие двое? Тот, кто объясняет то, что не было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что не было утверждено и произнесено им, и тот, кто объясняет то, что было утверждено и произнесено Татхагатой как то, что было утверждено и произнесено THEM. Эти двое не выставляют ТАТХАГАТУ в Ложном свете. Ч тутдха-сутта, Четвертая. Аand 2.: 24. Благословенный сказал, Монахи, эти двое выставляют ТАТХАГАТУ в Ложном свете. Какие двое ? Один, тот, кто объясняет лекцию, смысл которой требует истолкования, как лекцию, смысл которой очевиден, и два, тот, кто объясняет лекцию, смысл которой очевиден, как лекцию, смысл которой требует истолкования. Эти двое выставляют Татхагату в ложном свете. Панчама сутта, 5. АН 2.25 Благословенный сказал, монахи, эти двое не выставляют Татхагату в ложном свете. Какие двое? Один, тот, кто объясняет лекцию, смысл которой требует истолкования, как лекцию, смысл которой требует истолкования, и, два, тот, кто объясняет лекцию, смысл которой очевиден, как лекцию, смысл которой очевиден. Эти двое не выставляют Татхагату в ложном свете. Чхаттха сутта, шестая. АН 2.26. Благословенный сказал, монахи, тот, кто скрывает свои поступки, может ожидать одного из двух уделов, один, ада, либо, два, мира животных. Тот, кто не скрывает своих поступков, может ожидать одного из двух уделов, мира дывов, либо мира людей. Чхаттха сутта, седьмая. АН 2.27. Благословенный сказал, монахи, тот, кто придерживается неправильных воззрений, может ожидать одного из двух уделов, один, ада, либо, два, мира животных. Аттхама сутта, восьмая. АН 2.28. Благословенный сказал, монахи, тот, кто придерживается правильных воззрений, может ожидать одного из двух уделов, один, мира дывов, либо, два, мира людей. Новама сутта, девятое. АН 2.29. Благословенный сказал, монахи, для безнравственного человека есть два вместилища, один, от, либо, два, мир животных. Для нравственного человека есть эти два вместилища, мир дэвов, либо мир людей. Досама сутта, десятая. АН 2.30. Благословенный сказал, монахи, видя два преимущества, я затворяюсь в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Какие два? Один, для себя в этом я вижу приятное пребывание в этой самой жизни, и, два, проявляю сострадание будущим поколениям. Один. Видя эти два преимущества, я затворяюсь в уединенных обиталищах в лесах и рощах. Один, комментарий поясняет, что таким образом Будда показывает пример для остальных монахов, еще не достигших просветления. Якадасама сутта, одиннадцатая. АН 2.31. Благословенный сказал, монахи, эти две вещи относятся к истинному знанию. Какие две? Один, успокоение. Два, прозрение. Один. Когда развито успокоение, то какую пользу переживает человек? Его ум развит. Когда ум развит, какую пользу он переживает? Жажда отбрасывается. Когда прозрение развито, какую пользу переживает человек? Мудрость развита. Когда мудрость развита, какую пользу он переживает? Невежество отбрасывается. Ум, загрязненный жаждой, не освобожден, а мудрость, загрязненная невежеством, не развита. Поэтому, монахи, посредством угасания жажды имеет место освобождение ума, а посредством угасания невежества имеет место освобождение мудростью. Один. Напали. Самадха. Успокоение. Випассана. Прозрение. Патхама сутта, первое. АН 2.32. Благословенный сказал, «Монахи, я научу вас состоянию плохого человека и состоянию хорошего человека. Слушайте внимательно. Я буду говорить». «Да, учитель», ответили те монахи. Благословенный сказал, «И что такое состояние плохого человека? Плохой человек является непризнательным и неблагодарным. Один, отсутствие признательности, два, неблагодарность восхваляются плохими людьми». Отсутствие признательности и неблагодарность всецело относятся к состоянию плохого человека. И что такое состояние хорошего человека? Хороший человек является признательным и благодарным. Признательность и благодарность восхваляются хорошими людьми. Признательность и благодарность всецело относятся к состоянию хорошего человека. Дутия сутта, вторая. АН 2.33. Благословенный сказал, «Монахи, этим двум личностям невозможно легко отплатить». Каким двум? Один – собственному отцу и, два – матери. Даже если кто-либо нес бы свою мать на одном плече, а отца – на другом, и у него был бы срок жизни равный сотне лет, он жил бы сотню лет. И если бы он ухаживал за ними, растирая их бальзамом, делая массаж, купая, растирая их члены тела, а они бы изливали на него свою мочу фекалии, он все равно не сделал бы достаточно для своих родителей, как и не смог бы отплатить им. Даже если бы он сделал своих родителей величайшими владыками и управителями над этой великой землей, имеющими семь сокровищ, все равно он бы не сделал достаточно для своих родителей, как и не смог бы отплатить им. И почему? Потому что родители неимоверно полезны своим детям. Они взращивают их, кормят их, открывают для них мир. Но, монахи, если у чьих-либо родителей отсутствует вера, и он побуждает, укореняет, утверждает их вере, если чьи-либо родители безнравственны, и он побуждает, укореняет, утверждает их нравственности, если чьи-либо родители скупы, и он побуждает, укореняет, утверждает их в щедрости, если чьи-либо родители не мудры, и он побуждает, укореняет, утверждает их в мудрости, то тогда он сделал достаточно для своих родителей, отплатил им, сделал для них больше, чем требуется. Татья сутта, третья. АН 2.34. И тогда некий Брахман подошел к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, что мастер Гатама утверждает, что он провозглашает. Брахман, я утверждаю, один, доктрину поступков и, два, доктрину неделания. Но каким образом мастер Гатама утверждает доктрину поступков и доктрину неделания? Я утверждаю неделание в отношении телесного, словесного и умственного неблагого поведения. Я утверждаю неделание в отношении многочисленных видов плохих, неблагих качеств. Я утверждаю делание в отношении телесного, словесного и умственного благого поведения. Я утверждаю делание в отношении многочисленных видов благих качеств. Вот каким образом, Брахман, я утверждаю доктрину поступков и доктрину неделания. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанный, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Читут Дхасутта, 4. А.Н. 2.35. И тогда домохозяин Анатхапиндика подошел к благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал ему, «Господин, кто в мире достоин подношений, и куда следует давать дар? Домохозяин, в мире есть двое достоинных подношений, один, ученик и два, тот, кто завершил тренировку. Один. Таковы двое в мире, кто достоин подношений, и им следует давать дар». Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший, учитель, далее добавил, ученики есть в мире этом, и тот, окончил тренировку «Кто? Даров такие личности достойны тех, кто подаяние дает. Они чистые телом, и умом, и речью, поле заслуг для тех, кто подаяние дает. И все подаренное личностям подобным впоследствии большое приносит плод. Один, Секха и Асекха. Это семь благородных личностей учеников и восьмая личность, Арахант, не ученик. Панчама сутта, пятая. А.Н. 2.36 «Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И в то время Достопочтенный Сарипутта пребывал в Савайтхе в особняке Мегараматы в Восточном парке. Там Достопочтенный Сарипутта обратился к монахам, друзья-монахи. Друг. Ответили те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, друзья, я научу вас личности, которая путана внутренняя, и личности, которая путана внешне. Один. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, друг, ответили те монахи. Достопочтенный Сарипутта сказал, один, и кто, друзья, является личностью, опутанной внутренне? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди некой группы дэвов. Умерев там, он является возвращающимся, тем, кто вернется в это состояние существования. Такой зовется тем, кто опутан внутренне, кто является возвращающимся, тем, кто вернется в это состояние существования. Два. И кто, друзья, является личностью, опутанной внешне? Вот монах нравственен. Он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошим поведением и подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Войдя в некое умиротворенное освобождение ума, он пребывает в нем. 2. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди некой группы дэвов. Умерев там, он является невозвращающимся, тем, кто не вернется в это состояние существования. Такой зовется тем, кто опутан внешне, кто является невозвращающимся, тем, кто не вернется в это состояние существования. Далее, друзья, вот монах нравственен, тренируется в них. Он практикует ради разочарования по отношению к чувственным удовольствиям, ради бесстрастия к ним, ради их прекращения. Он практикует ради разочарования по отношению к состояниям существования, ради бесстрастия к ним, ради их прекращения. Он практикует ради уничтожения влечения. Он практикует ради уничтожения жажды. С распадом тела, после смерти, он перерождается среди некой группы дэвов. Умерев там, он является невозвращающимся, тем, кто не вернется в это состояние существования. Такой зовется тем, кто опутан внешне, кто является невозвращающимся, тем, кто не вернется в это состояние существования. И тогда группа божеств с одинаковыми умами, три, подошла к благословенному, они поклонились ему, встали рядом и сказали, господин, в особняке Мегараматы в Восточном парке достопочтенный Сарепута обучает монахов личности, которая опутана внутренне, и личности, которая опутана внешне. Собрание и заинтригована. Было бы хорошо, если бы благословенный отправился к достопочтенному Сарепуте из сострадания. 4. Благословенный молча согласился. И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, благословенный исчез из рощи Джеты и возник в особняке Мегараматы в Восточном парке перед достопочтенным Сарепутой. Он сел на подготовленное для него сидение. Достопочтенный Сарепута поклонился благословенному и сел рядом. Затем благословенный сказал достопочтенному Сарепуте, Сарепута, группа божеств с одинаковыми умами подошла ко мне, они поклонились мне, встали рядом и сказали, господин, в особняке Мегараматы в Восточном парке достопочтенный Сарепута обучает монахов личности, которая опутана внутренне, и личности, которая опутана внешне. Собрание и заинтригована. Было бы хорошо, если бы благословенный отправился к достопочтенному Сарепуте из сострадания. Те божества, численностью 10, 20, 30, 40, 50, и даже 60, стоят на участке такой малой площади, какую занимает острие шило, и все же не задевают друг друга. Быть может, Сарепута, ты подумаешь, вне сомнений, где-то там божества развили свои умы так, что численностью 10, какую занимает острие шило, и все же не задевают друг друга. Но не стоит так думать. Именно здесь эти божества развили свои умы так, стоят на участке такой малой площади, какую занимает острие шило, и все же не задевают друг друга. 5. Поэтому, Сарепута, вот как вы должны тренировать себя, у нас будут умиротворенные органы чувств и умиротворенные умы. Вот как вы должны тренировать себя. Когда у вас умиротворенные органы чувств и умиротворенные умы, ваши телесные действия будут умиротворенными, ваши словесные действия будут умиротворенными, и ваши умственные действия будут умиротворенными. Думайте так, будем оказывать только умиротворенное услужение нашим товарищам монахам. Вот каким образом, Сарипутта, вы должны тренировать себя. Сарипутта, те странники-приверженцы других учений, которым не удалось услышать это изложение Дхаммы, потеряны. Один, комментарий поясняет, что внутреннее означает существование в мире чувств. Поэтому желание и жажда к внутреннему, что означает существование в мире чувств, называется внутренними путами. Желание и жажда к внешнему означает существование в мире форм и называется внешними путами. Привязанные к внутреннему – это вступившие в поток и однажды возвращающиеся, а привязанные к внешнему – это невозвращающиеся. Не безинтересно, что в китайской версии этой сутты, МА-21, объяснение полностью противоположное. Тот, кто обладает внутренними путами, является невозвращающимся, а тот, кто обладает внешними, не является таковым, но возвращается обратно в этот мир, то есть мир чувств. Два, примечание переводчика СВ, комментарий поясняет, что речь идет о четвертой тшхане, но, скорее всего, речь идет о любых тшханах и глубоко развитых брахмавих арах тшханового уровня. Три, примечание переводчика СВ, возможно, речь идет о брахмах определенных миров. Смотри. АН 9.24. Четыре, комментарий поясняет, из сострадания к дэвам и людям, которые собрались там. Несмотря на трактовку комментария, может быть так, что дэвы хотели вызвать Будду ради благополучия именно Сарипуты. У Сарипуты, скорее всего, не было сверхспособности видеть божеств. В Удане 4.4 он говорит, что не может увидеть даже болотные феи. 5. Комментарий поясняет, что фраза именно здесь означает именно этот мир людей, именно это учение, Будды. Другими словами, эти божества были людьми, практиковали учения Будды, в результате переродились в мире форм, и, придя в этот мир, они создали такие утонченные тела. Фраза там означает учение какого-либо из Будд прошлого, например, предыдущего Будды Кассапы. Текст китайской версии сутты в этом фрагменте более понятен, чем текст палийской, в прошлом, когда они были людьми, те божества с одинаковыми умами развили такой благой ум, такой неимоверно обширный и величественный ум. Чхаттха сутта, шестая. АН 2.37. Так я слышал. Однажды достопочтенный Махакачина пребывал в Варанье на берегу озера Кадамы. И тогда Брахман Арамаданда подошел к достопочтенному Махакачине и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, почему, мастер Качана, кхаттии воюют с кхаттиями, брахманы с брахманами, а домохозяева с домохозяевами? 1. Брахман, из-за приверженности и жажди к чувственным удовольствиям, из-за зависимости от них, из-за связанности с ними, из-за охваченности ими, из-за прочного их удержания кхаттии воюют с кхаттиями, брахманы с брахманами, а домохозяева с домохозяевами. Но почему, мастер Качана, отшельники воюют с отшельниками? 2. Брахман, из-за приверженности и жажди к воззрениям, из-за зависимости от них, из-за связанности с ними, из-за охваченности ими, из-за прочного их удержания и отшельники воюют с отшельниками. Но есть ли кто-либо в мире, кто преодолел эту приверженность жажди к чувственным удовольствиям, прочное их удержание и эту приверженность жажди к воззрениям, прочное их удержание? есть. И кто же это? К востоку отсюда есть, Брахман, город под названием Саваддхи. Там сейчас проживает благословенный Арахант, полностью просветленный. Благословенный преодолел эту приверженность жажде к чувственным удовольствиям, зависимость от них, связанность с ними, охваченность ими, прочные, их удержания. И он преодолел эту приверженность жажде к воззрениям, прочные, их удержания. Когда так было сказано, Брахман Арамаденда поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, встал на правое колено, выразил почтение в направлении благословенного и произнес это вдохновенное изречение три раза, почтение благословенному, Араханту, полностью просветленному. Почтение благословенному, Араханту, полностью просветленному. Почтение благословенному, Араханту, полностью просветленному. Воистину, благословенный преодолел эту приверженность жажде к чувственным удовольствиям, и он преодолел приверженность жажде к воззрениям, прочной их удержании. Великолепно, мастер Качана! Великолепно, мастер Качана! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Качана различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Качана помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Саптама сутта, 7. АН 2.38. Однажды достопочтенный Махакачана пребывал в Матхуре в роще Чунды. И тогда Брахман Кандарайана подошел к достопочтенному Махакачане и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал ему, «Мастер Качана, я слышал следующее, этот отшельник Качана не выражает почтения тем Брахманам, которые старые, пожилые, отягощенные годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу. Он не встает перед ними и не предлагает им сидения». И это действительно правда, ведь Мастер Качана не выражает почтения тем Брахманам, которые старые, пожилые, отягощенные годами, много прожившие, чьи дни подходят к концу, не встает перед ними и не предлагает им сидения. Не подобает так делать, Мастер Качана. Брахман, благословенный, Арахант, полностью просветленный, зная и видя, провозгласил, один, уровень старца и, два, уровень юца. Даже если некий человек старый ему, 80, 90, или же 100 лет от рождения, и при этом он наслаждается чувственными удовольствиями, пребывает в чувственных удовольствиях, сгорает во взбудораженности чувственных удовольствий, поглощен мыслями о чувственных удовольствиях, жаждет поисков чувственных удовольствий, то тогда он считается глупым старцем. Но даже если некий человек молод, черноволос, наделен благословением молодости на первом этапе жизни, и при этом если он не наслаждается чувственными удовольствиями, не пребывает в чувственных удовольствиях, не сгорает во взбудораженности чувственных удовольствий, не поглощен мыслями о чувственных удовольствиях, не жаждет поисков чувственных удовольствий, то тогда он считается мудрым старцем. Когда так было сказано, Брахман Кандарайана поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, припал своей головой к ногам юных монахов, и сказал, «Вы, старцы, находитесь на уровне старцев. Мы онцы, и находимся на уровне онцов. Великолепно, мастер Качана! Великолепно, мастер Качана!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Качана различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Качана помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь». Абдхама сутта, 8. А.Н. 2.39. Благословенный сказал, «Монахи, тогда разбойники сильны, то цари слабы. В это время царю непросто въехать в свою столицу или же выехать или же отправиться в путешествие по дальним областям. В это время брахманам и домохозяевам также непросто въехать в свои города и селения, выехать или же взяться за работу вне поселения. Точно так же, монахи, когда 1. Порочные монахи сильны, то 2. Хорошо себя ведущие монахи слабы. В это время хорошо себя ведущие монахи сидят молча в Сангхе или же уходят в дальние области. И это ведет к вреду многих людей, к несчастью многих людей, к погибели, вреду, и страданию многих людей и божеств. Монахи, когда цари сильны, то разбойники слабы. В это время царю просто въехать в свою столицу или же выехать или же отправиться в путешествие по дальним областям. В это время брахманам и домохозяевам также просто въехать в свои города и селения, выехать или же взяться за работу вне поселения. Точно так же, когда хорошо себя ведущие монахи сильны, то порочные монахи слабы. В это время порочные монахи сидят молча в Сангхе или же уходят в дальние области. И это ведет к благополучию многих людей, к счастью многих людей, к благу, благополучию и счастью многих людей и божеств. Новама сутта, 9. АН 2.40. Благословенный сказал, «Монахи, я не восхваляю неправильной практике этих двух, один, мирянина и, два, того, кто покинул жизнь домохозяйскую ради бездомной. Будь то мирянин, или же тот, кто покинул жизнь домохозяйскую ради бездомной, если он практикует неправильно, то он не достигает истинного пути, тхамы, которая является благой. Монахи, восхваляю правильную практику этих двух, мирянина и того, кто покинул жизнь домохозяйскую ради бездомной. Будь то мирянин, или же тот, кто покинул жизнь домохозяйскую ради бездомной, если он практикует правильно, то он достигает истинного пути, тхамы, которая является благой». ДОСАМА СУТТА, ДЕСЯТАЯ АН 2.41 Благословенный сказал, «Монахи, один, те монахи, которые искажают смысл дхаму плохо обретенными лекциями, чьи формулировки являются лишь видимостью правильных формулировок, действуют ради вреда многих людей, ради несчастья многих людей, ради погибели, вреда, и несчастья многих людей и божеств. Эти монахи порождают множество неблагих заслуг и делают так, что благая дхама исчезает». Монахи, два, те монахи, которые исследуют смысл дхаме хорошо обретенными лекциями, чьи формулировки не являются лишь видимостью правильных формулировок, действуют ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия, и счастья многих людей и божеств. Эти монахи порождают множество благих заслуг и продлевают благую дхаму. ПАДХАМА СУТТА, Первая. АН 2.42 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида собраний». Какие два? Мелкие собрания и глубокое собрания? Один, и что такое мелкое собрание? Собрание, в котором монахи неугомонны, напыщенные, самовлюбленны, болтливы, бессвязны в своих разговорах, с замутненными умами, без бдительности, не сосредоточены, с блуждающими умами и распущенными органами чувств, называется мелким собранием. Два, и что такое глубокое собрание? Собрание, в котором монахи неугомонны, не напыщенны, не самовлюбленны, не болтливы, не бессвязны в своих разговорах, но с утвержденной осознанностью, бдительные, сосредоточенные, с однонаправленными умами и сдержанными органами чувств, называется глубоким собранием. Таковы, монахи, два вида собраний. Из этих двух видов собраний глубокое собрание является наивысшим. Дутия сутта, 2. АН 2.43. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Разделенное и единодушное. И что такое разделенное собрание? Собрание, в котором монахи спорят и ссорятся, затевают диспуты, пронзая друг друга острыми словами, называется разделенным собранием. Два, и что такое единодушное собрание? Собрание, в котором монахи живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами, называется единодушным собранием. Таковы, монахи, два вида собраний. Из этих двух видов собраний единодушное собрание является наивысшим. Татья сутта, третья. АН 2.44. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Собрания низших и собрания высочайших. Один, и что такое собрание низших? В этом виде собрания старшие монахи являются теми, кто проживают в роскоши, апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от ведения жизни в затворничестве. Они не прилагают усилия к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Они станут образцом для будущих поколений монахов, которые также станут проживать в роскоши, будут апатичными, превосходящими других в своем падении, уклоняющимися от ведения жизни в затворничестве. Они также не будут прилагать усилия к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Это называется собранием низших. 2. И что такое собрание высочайших? В этом виде собрания старшие монахи не являются теми, кто проживают в роскоши, апатичными, но отбрасывают свое падение и превосходят других введения жизни в затворничестве. Они прилагают усилия к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Они станут образцом для будущих поколений монахов, которые также не станут проживать в роскоши, не будут апатичными, но отбросят свое падение и будут превосходить других введения жизни в затворничестве. И они тоже будут прилагать усилия к достижению еще не достигнутого, к обретению еще не обретенного, к осуществлению еще не осуществленного. Это называется собранием высочайших. Таковы, монахи, два вида собрания. Из этих двух видов собраний собрание высочайших является наивысшим. Читуттха сутта, четвертая. АН 2.45. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Собрания благородных и собрания неблагородных. Один, и что такое собрание неблагородных? Собрание, в котором монахи не понимают в соответствии с действительностью, это, страдание, не понимают в соответствии с действительностью, это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это, путь, ведущий к прекращению страдания, называется собранием неблагородных. 2. И что такое собрание благородных? Собрание, в котором монахи понимают в соответствии с действительностью, это, страдание, называется собранием благородных. Таковы, монахи, два вида собрания. Из этих двух видов собраний собрание благородных является наивысшим. Панчама сутта, 5. АМ 2. 46. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Осадок собрания и сливки собрания. 1. И что такое осадок собрания? Собрание, в котором монахи берут неправильный курс из-за жажды, злобы, заблуждения, или страха, является осадками собрания. 2. И что такое сливки собрания? Собрание, в котором монахи не берут неправильный курс из-за жажды, злобы, заблуждения, или страха, является сливками собрания. Таковы, монахи, два вида собрания. Из этих двух видов собраний сливки собрания являются наивысшими. Чхаттха сутта, 6. АМ 2. 47. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Собрание, обученное бесполезным разговором, а не вопрошанию, и собрание, обученное вопрошанию, а не бесполезным разговором. 1. И каково собрание, обученное бесполезным разговором, а не вопрошанию? В этом виде собрания, когда декламируются беседы, что являются словами татхагаты, глубокими, глубокими в своем значении, сверхмерзкими, связанными с пустотностью, монахи не хотят их слушать, не склоняют к ним ухо, не утверждают свои умы в их познании. Они не считают, что эти учения стоит изучать и запоминать. Но когда декламируются беседы, что являются просто лишь стихами, сочиненными поэтами, что изящно в звучании и изящно в риторике, трудами чужаков, словами учеников, они хотят их слушать, склоняют к ним ухо, утверждают свои умы в их познании. Они считают, что эти учения стоит изучать и запоминать. И, запомнив эти учения, они не вопрошают друг друга о них и тщательно их не изучают, задавая такие вопросы, как это понять? Каково значение этого? Они не раскрывают другим то, что не было раскрыто, не проясняют неясное, не рассеивают замешательства в отношении многочисленных трудных моментов. Это называется собранием, обученным бесполезным разговором, а не вопрошанию. 2. И каково собрание, обученное вопрошанию, а не бесполезным разговором? В этом виде собрания, когда декламируются беседы, что являются просто лишь стихами, сочиненными поэтами, что изящно в звучании и изящно в риторике, трудами чужаков, словами учеников, монахи не хотят их слушать, не склоняют к ним ухо, не утверждают свои умы в их познании. Они не считают, что эти учения стоит изучать и запоминать. 3. Но когда декламируются те беседы, что являются словами Татхагаты, глубокими, глубокими в своем значении, сверхмерзкими, связанными с пустотностью, монахи хотят их слушать, склоняют к ним ухо, утверждают свои умы в их познании. Они считают, что эти учения стоит изучать и запоминать. И, запомнив эти учения, они вопрошают друг друга о них и тщательно их изучают, задавая такие вопросы, как это понять? Каково значение этого? Они раскрывают другим то, что не было раскрыто, проясняют неясное, рассеивают замешательство в отношении многочисленных трудных моментов. Это называется собранием, обученным вопрошанию, а не бесполезным разговором. Таковы, монахи, два вида собрания. Из этих двух видов собраний и собраний, обученные вопрошанию, а не бесполезным разговором, являются высочайшим. Саптама сутта, седьмая. АН 2.48. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Собраний, которые ценят мирские вещи, а не благуют хамму, и собраний, которые ценят благуют хамму, а не мирские вещи. Один. Один, и каково собраний, которые ценят мирские вещи, а не благуют хамму? В этом виде собрания монахи восхваляют друг друга в присутствии одетых белые мирян, говоря, такой-то и такой-то монах является освобожденным в обоих отношениях. Такой-то и такой-то является освобожденным мудростью. Такой-то и такой-то является засвидетельствовавшим телом, достигшим воззрения, освобожденным верой, идущим за счет хаммы, идущим за счет веры. Два. Такой-то и такой-то является нравственным, обладает хорошим характером. Такой-то и такой-то является безнравственным, обладает плохим характером. И тогда они получают обретения, которые они используют, будучи привязанными к ним, очарованными ими, слепо поглощенными ими, не видя опасности и не понимая спасения. Это называется собранием, которые ценят мирские вещи, а не благуют хамму. Два. И каково собрание, которое ценит благую хамму, а не мирские вещи? В этом виде собрания монахи не восхваляют друг друга в присутствии одетых белые мирян, говоря, такой-то и такой-то монах является освобожденным. Такой-то и такой-то является безнравственным, обладает плохим характером. И тогда они получают обретения, которые они используют, не будучи привязанными к ним, очарованными ими, слепо поглощенными ими, видя опасности и понимая спасение. Это называется собранием, которое ценит благую хамму, а не мирские вещи. Таковы, монахи, два вида собраний. Из этих двух видов собраний и собраний, которое ценит благую хамму, а не мирские вещи, является высочайшим. Один, комментарий поясняет, что первое собрание ценит обретение четырех монашеских необходимостей, одеяний, еды, жилища, лекарства, и считает хамму вторичной. Второе собрание, наоборот. Два, это деление благородных учеников на семь типов объясняется в МН-70. Аддхама сутта, восьмая. АН-2-49. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Неправедное собрание и праведные собраний. Один, и каково неправедное собрание? В этом собрании предписаны противоположные дхамме дисциплинарные поступки, и не предписаны соответствующие дхамме дисциплинарные поступки, предписаны противоположные вина и дисциплинарные поступки, и не предписаны соответствующие вина и дисциплинарные поступки. Противоположные дхамме дисциплинарные поступки объясняются, а соответствующие дхамме дисциплинарные поступки не объясняются. Противоположные вина и дисциплинарные поступки объясняются, а соответствующие вина и дисциплинарные поступки не объясняются. Это, монахи, называется неправедным собранием. Именно потому, что оно неправедное, здесь предписаны противоположные дхаме дисциплинарные поступки, соответствующие вина и дисциплинарные поступки не объясняются. 2. И каково праведное собрание? В этом собрании предписаны соответствующие дхами дисциплинарные поступки, и не предписаны противоположные дхами дисциплинарные поступки. Соответствующие вина и дисциплинарные поступки объясняются, а противоположные вина и дисциплинарные поступки не объясняются. Это, монахи, называется праведным собранием. Именно потому, что оно праведное, здесь предписаны соответствующие дхами дисциплинарные поступки, противоположные вина и дисциплинарные поступки не объясняются. Таковы, монахи, два вида собраний. Из этих двух видов собраний праведное собрание является высочайшим. Новама сутта, девятое. АН 2.50. Сутта идентична предыдущей АН 2.49, но изменено название собраний, собраний, которые поступают вопреки Дхамме, и собраний, которые поступают в соответствии с Дхаммой. Дасама сутта, десятое. АН 2.51. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида собраний. Какие два? Собраний, которые говорит не Дхамму, и собраний, которые говорит Дхамму. Один, и каково собраний, которые говорит не Дхамму? В этом виде собрания монахи поднимают дисциплинарные вопросы, которые могут соответствовать Дхамме или быть противоположными Дхамме. Подняв вопрос, они не убеждают друг друга и не дают другим убедить себя. Они не обдумывают и не приветствуют обдумывания. Не имея силы убеждения и силы обдумывания, не желая оставить своей точки зрения, они неподобающим образом цепляются еще больше за этот дисциплинарный вопрос, и, стоя на своем, заявляют, только это правда. Все остальное ошибочно. Это называется собранием, которое говорит не Дхамму. Два, и каково собрание, которое говорит Дхамму? В этом виде собрания монахи поднимают дисциплинарные вопросы, которые могут соответствовать Дхамме или быть противоположными Дхамме. Подняв вопрос, они убеждают друг друга и дают другим убедить себя. Они обдумывают и приветствуют обдумывания. Обладая силой убеждения и силой обдумывания, имея готовность оставить свою точку зрения, они не цепляются еще больше неподобающим образом за этот дисциплинарный вопрос. И не заявляют, что оно своем, только это правда. Все остальное ошибочно. Это называется собранием, которое говорит Дхамму. Таковы, монахи, два вида собрания. Из этих двух видов собраний и собраний, которые говорит Дхамму, является высочайшим. Патхама сутта, первая. А.Н. 2.52 Благословенный сказал, монахи, эти двое людей, возникающие в мире, возникают в нем ради благополучия многих людей, ради счастья многих людей, ради блага, благополучия и счастья многих людей и божеств. Какие двое? Один, Татхагата, Арахант, полностью просветленный и, два, царь миродержится. Эти двое людей, возникающие в мире, возникают в нем ради благополучия многих, счастья многих людей и божеств. Дутия сутта, вторая. А.Н. 2.53 Благословенный сказал, монахи, эти двое людей, возникающие в мире, являются исключительными людьми. Какие двое? Один, Татхагата, Арахант, полностью просветленный и, два, царь миродержится. Эти двое людей, исключительными людьми. Татхия сутта, третья. А.Н. 2.54 Благословенный сказал, монахи, есть эти двое людей, на чьей кончиной рыдают многие люди. Какие двое? Один, Татхагата, Арахант, полностью просветленный и, два, царь миродержится. Таковы эти двое людей, рыдают многие люди. Читуттха сутта, четвертая. А.Н. 2.55 Благословенный сказал, монахи, есть эти двое людей, которые достойны ступы. Один. Какие двое? Один, Татхагата, Арахант, полностью просветленный и, два, царь миродержится. Таковы эти двое людей, достойны ступы. Один, напали, тхупа. Имеется в виду мемориальный курган. Панчама сутта, пятая. АН-два пятьдесят шесть. Благословенный сказал, монахи, есть эти двое просветленных. Какие двое? Один, Татхагата, Арахант, полностью просветленный и, два, Пачака Будда. Таковы двое просветленных. Чхатха сутта, шестая. АН-два пятьдесят семь. Благословенный сказал, монахи, эти двое не пугаются внезапного звука громой молнии. Какие двое? Один, монах, чьи пятна загрязнения ума уничтожены и, два, чистокровный слон. Эти двое не пугаются внезапного звука громой молнии. Один. Один, комментарий поясняет, что Арахант не пугается, потому что уничтожил воззрение о существовании я, а чистокровный слон не пугается потому, что он не пугается. Но его воззрение о существовании я необычайно прочный. Примечание переводчика СВ, если так трактовать этот отрывок, то, скорее, речь идет в данном случае не о воззрении, гиддхе, а о самомнении, мана, то есть психическом ощущении я. Сутты АН-два пятьдесят восемь пятьдесят девять. Сутты идентичны предыдущей АН-два пятьдесят семь, но вместо чистокровного слона здесь идут соответственно чистокровный жеребец и лев, царь зверей. Навама сутта, девятая. АН-два шестьдесят. Благословенный сказал, монахи, по этим двум причинам кинкурисы, один, не говорят на человеческом языке. Каким двум? Один, думая, пусть мы не произнесем лжи, два, пусть мы не сказим сказанное кем-то другим тем, что противоположно действительности. По этим двум причинам кинкурисы не говорят на человеческом языке. Один, одно из мифологических существ в древнеиндийском фольклоре. Дасама сутта, десятая. АН-два шестьдесят один. Благословенный сказал, монахи, женщины умирают, будучи неудовлетворенными в двух вещах. Каких двух? Один, в половом сношении, два, день рождения. Женщины умирают, будучи неудовлетворенными в этих двух вещах. Якадасама сутта, одиннадцатое. АН-два шестьдесят два. Благословенный сказал, монахи, я научу вас сосуществованию среди плохих и сосуществованию среди хороших. Слушайте внимательно. Я буду говорить. Да, учитель, ответили те монахи. Благословенный сказал, один, и каким образом имеет место сосуществование среди плохих, и как плохие проживают вместе? Вот мысль приходит к старшему монаху, старший по сроку монашества монах, или средний, или молодой, не должны поправлять меня. Я не должен поправлять старшего, среднего, молодого монаха. Если старший поправит меня, то он сделает так без сочувствия, а не с сочувствием. И тогда я скажу нет, и, этим побеспокою его, и даже видя свой проступок, я не приложу усилий к его исправлению. Если средний, если младший поправит меня, то он сделает так без сочувствия, а не с сочувствием. И тогда я скажу нет, и, этим побеспокою его, и даже видя свой проступок, я не приложу усилий к его исправлению. И к среднему по сроку монашества монаху приходит мысль. И к младшему по сроку монашества монаху приходит мысль, старший, или средний, или молодой, не должны поправлять меня. Я не должен поправлять старшего, среднего, молодого монаха. Если старший поправит меня, то он сделает так без сочувствия, а не с сочувствием. И тогда я скажу нет, и, этим побеспокою его, и даже видя свой проступок, я не приложу усилий к его исправлению. Если средний, если младший поправит меня, то он сделает так без сочувствия, а не с сочувствием. И тогда я скажу «нет, этим побеспокою его», и даже видя свой проступок, я не приложу усилий к его исправлению. Вот каким образом имеет место сосуществование среди плохих, и вот как плохие проживают вместе. 2. И каким образом имеет место сосуществование среди хороших, и как хорошие проживают вместе. Вот мысль приходит к старшему монаху, старший по сроку монашества монах, или средний, или молодой, должны поправлять меня. Я должен поправлять старшего, среднего, молодого монаха. Если старший поправит меня, то он сделает так из сочувствия, а не без сочувствия. И тогда я скажу, хорошо, этим не побеспокою его, и видя свой проступок, я приложу усилия к его исправлению. Если средний, если младший поправит меня, то он сделает так из сочувствия, а не без сочувствия. И тогда я скажу, хорошо, этим не побеспокою его, и видя свой проступок, я приложу усилия к его исправлению. Вот каким образом имеет место сосуществование среди хороших, и вот как хорошие проживают вместе. Двадасама сутта, 12. АН 2.63. Благословенный сказал, монахи, один, что касается дисциплинарных вопросов, то когда обмен словами между обеими сторонами, презрение в отношении воззрений, негодование, горечь, озлобление внутренней не разрешены, то можно ожидать того, что этот дисциплинарный вопрос приведет к язвительности и врожде на долгое время, и монахи не будут пребывать в успокоении. Два, монахи, что касается дисциплинарных вопросов, то когда обмен словами между обеими сторонами, презрение в отношении воззрений, негодование, горечь, озлобление тщательно внутренней разрешены, то можно ожидать того, что этот дисциплинарный вопрос не приведет к язвительности и врожде на долгое время, и монахи будут пребывать в успокоении. Патхама сутта, 1. АН 2.64. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Счастье мирянина и, 2. Счастье того, кто оставил жизнь домохозяйскую ради бездомной. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье того, кто оставил жизнь домохозяйскую ради бездомной, является высочайшим». Дутия сутта, 2. АН 2.65. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1 – чувственное счастье и, 2 – счастье отречения. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье отречения является высочайшим. Татья сутта, третья. АН 2.66. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1 – счастье связанности с обретениями и, 2 – счастье без обретений. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье без обретения является высочайшим. 1. 1 – комментарий трактует первый вид счастья как счастье и существование в трех мирах сансары, а второй – как счастье неббаны. Читуттха сутта, четвертая. АН 2.67. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1 – счастье с пятнами умственных загрязнений и, 2 – счастье без пятен. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье без пятен является высочайшим. Панчама сутта, пятая. АН 2.68. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1 – мирское счастье и, 2 – духовное счастье. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья и духовное счастье является высочайшим. Чхаттха сутта, шестая. АН 2.69. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1 – благородное счастье и, 2 – неблагородное счастье. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья благородное счастье является высочайшим. АПТХАМА СУТТА, седьмая. АН 2.70. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1 – телесное счастье и, 2 – умственное счастье. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья умственное счастье является высочайшим. АПТХАМА СУТТА, восьмая. АН 2.71. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Счастье, сопровождаемое восторгом, и 2. Счастье без восторга. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье без восторга является высочайшим. 1. 1. Комментарий поясняет, что первое, это счастье первых двух джхан, а второе, счастье третье и четвертый джхан. Навама сутта, 9. АН 2.72. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Приятно ощущаемое счастье и, 2. Счастье невозмутимости. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье невозмутимости является высочайшим. 1. 1. Комментарий поясняет, что первое счастье относится к первым трем джханам, а второе, к четвертой. Дасама сутта, 10. АН 2.73. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Счастье и сосредоточение и, 2. Счастье без сосредоточения. Таковы два вида счастья. Из этих двух видов счастья счастье и сосредоточение является высочайшим. 1. 1. Примечание переводчика СВ, судя по характеру этих коротких сутт, в данной сутте речь идет о счастье, возникающем из-за сосредоточения ума. 2. В первой джхане, согласно суттам, восторг и счастье возникают не из-за сосредоточения, а из-за преудоления пяти умственных помех. Якадасама сутта, 11. АН 2.74. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Счастье, основанное на наличии восторга, и 2. Счастье, основанное на отсутствии восторга. Таковы два вида счастья. Из-за этих двух видов счастья счастье, основанное на отсутствии восторга, является высочайшим. 1. 1. Смотри. АН 2.71. 2. Двадасама сутта, 12. АН 2.75. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Счастье, основанное на удовольствии, и 2. Счастье, основанное на невозмутимости. Таковы два вида счастья. Из-за этих двух видов счастья счастье, основанное на невозмутимости, является высочайшим. 1. 1. Смотри. АН 2.72. Тирасама сутта, 13. АН 2.76. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида счастья. Какие два? 1. Счастье, основанное на форме и 2. Счастье, основанное на бесформенном. Таковы два вида счастья. Из-за этих двух видов счастья счастье, основанное на бесформенном, является высочайшим. 1. 1. Согласно комментарию, речь идет о медитативных уровнях, соответствующих миру форм, первые четыре джханы, и соответствующих миру бесформ, четыре бесформенные сферы. 2. Патхама сутта, 1. АН 2.77. Благословенный сказал, монахи, 1. Плохие, неблагие качества возникают с основанием, а не без основания. 2. Собрасывнием основания эти плохие, неблагие качества не происходят. 3. Сутты АН 2.7885. Сутты идентичны предыдущей АН 2.77, но вместо возникают с основанием здесь идут другие фразы. Возникают с источником, АН 2.78, возникают с причиной, АН 2.79, возникают с причинными формирователями, АН 2.80, возникают с условием, АН 2.81, возникают с формой, АН 2.82, возникают с чувством, АН 2.83, возникают с восприятием, АН 2.84, возникают с сознанием, АН 2.85. Досама сутта, 10. АН 2.86. Благословенный сказал, монахи, 1. Плохие, неблагие качества возникают, основываясь на обусловленном, а не без основания в обусловленном. 2. Собрасывнием обусловленного эти плохие, неблагие качества не происходит. Патхама сутта, 1. АН 2.87. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи. Какие две? 1. Освобождение ума и 2. Освобождение мудростью. Таковы две вещи. 1. 1. Смотри. АН 2.31. Сутты АН 2.88.97. Сутты идентичны предыдущей АН 2.86, но упоминаются другие вещи, старания и неотвлечения, АН 2.88. Имя и форма. АН 2.89. Истинные знания и освобождение. АН 2.90. Воззрение о существовании и воззрение об уничтожении. АН 2.91. Без стыдства и безбоязненность совершить проступок. АН 2.92. Стыд и боязнь совершить проступок. АН 2.93. Трудность исправить себя и дружбы с плохими людьми. АН 2.94. Легкость исправить и дружбы с хорошими людьми. АН 2.95. Умение в элементах и умение во внимании. АН 2.96. Умение в отношении проступков и умение в исправлении проступков. АН 2.97. Патхама сутта. Первое. АН 2.98. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида глупцов. Какие два? Один, тот, кто берет на себя ответственность за то, к чему он не причастен. И, два, тот, кто не берет на себя ответственность за то, к чему он причастен. Таковы два вида глупцов. АН 2.99. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида мудрецов. Какие два? Один, тот, кто берет на себя ответственность за то, к чему он причастен. И, два, тот, кто не берет на себя ответственность за то, к чему он не причастен. Таковы два вида мудрецов. Татья Сутта, 3. АН 2-100. Благословенный сказал «Монахи, есть эти два вида глупцов». Какие два? 1. Тот, кто воспринимает непозволительное как позволительное. 2. Тот, кто воспринимает позволительное как непозволительное. 1. Таковы два вида глупцов. 1. Речь идет о правилах монашеской дисциплины. Читутха Сутта, 4. АН 2-101. Благословенный сказал «Монахи, есть эти два вида мудрецов. Какие два? Один, тот, кто воспринимает непозволительное как непозволительное, два, тот, кто воспринимает позволительное как позволительное. Таковы два вида мудрецов. Панчама сутта, пятая. АН 2.102. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида глупцов. Какие два? Один, тот, кто воспринимает то, что не является проступком как проступок и, два, тот, кто воспринимает то, что кто является проступком, как не являющийся проступком. Таковы два вида глупцов. Чхатха сутта, шестая. АН-2-103. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида мудрецов. Какие два? Один – тот, кто воспринимает то, что не является проступком как не являющийся проступками, два – тот, кто воспринимает то, что является проступком, как проступок. Таковы два вида мудрецов». Саптама сутта, седьмая. АН-2-104. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида глупцов. Какие два? Один – тот, кто воспринимает не дхамму как дхамму и – два – тот, кто воспринимает дхамму как не дхамму». Таковы два вида глупцов. А м-2-105. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида мудрецов. Какие два? Один, тот, кто воспринимает не Дхамму как не Дхамму и, два, тот, кто воспринимает Дхамму как Дхамму. Таковы два вида мудрецов. Сутты АН 2.106-107. Сутты идентичны АН 2.104-105, но вместо Дхамма здесь идёт Виная. Якадасама сутта, одиннадцатая. АН 2.108. Благословенный сказал, монахи, пятна умственных загрязнений увеличиваются у этих двух. У каких двух? Один, у того, кто сожалеет о том, о чём не стоит сожалеть, и, два, у того, кто не сожалеет о том, о чём стоит сожалеть. Пятна умственных загрязнений увеличиваются у этих двух. Двадасама сутта, двенадцатая. АН 2.109. Благословенный сказал, монахи, пятна умственных загрязнений не увеличиваются у этих двух. У каких двух? Один, у того, кто не сожалеет о том, о чём не стоит сожалеть, и, два, у того, кто сожалеет о том, о чём стоит сожалеть. Пять наумственных загрязнений не увеличиваются у этих двух. Сутты АН-2 110-117. Сутты идентичны предыдущим двум АН-2 108-109, но рассмотрены в рамках АН-2 100-107. Патхама сутта, первая. АН-2 118. Благословенный сказал, монахи, эти два желания трудно отбросить. Какие два? Один, желание обретения и, два, желание жизни. Эти два желания трудно отбросить. Дутия сутта, вторая. АН-2 119. Благословенный сказал, монахи, эти два типа личности редки в мире. Какие два? Один, тот, кто делает первый шаг в помощи другим и, два, тот, кто признателен и благодарен. Эти два типа личности редки в мире. Татья сутта, третья. АН-2 120. Благословенный сказал, монахи, эти два типа личности редки в мире. Какие два? Один, тот, кто удовлетворенный, два, тот, кто обеспечивает удовлетворение. Эти два типа личности редки в мире. Читуттха сутта, четвертая. АН-2 121. Благословенный сказал, монахи, этих двух типов личности трудно удовлетворить. Каких двух? Один, того, кто накапливает то, что он обретает, и, два, того, кто расточает то, что он обретает. Этих двух типов личности трудно удовлетворить. Читуттха сутта, четвертая. АН-2 122. Благословенный сказал, монахи, этих двух типов личности легко удовлетворить. Каких двух? Один, того, кто не накапливает то, что он обретает, и, два, того, кто не расточает то, что он обретает. Этих двух типов личности легко удовлетворить. Чхаттха сутта, шестая. АН-2 123. Благословенный сказал, монахи, есть эти два условия для возникновения жажды. Какие два? Один, образ привлекательного и, два, немудрое внимание. Таковы два условия для возникновения жажды. Саптама сутта, седьмая. АН-2 124. Благословенный сказал, монахи, есть эти два условия для возникновения злобы. Какие два? Один, образ неприятного и, два, немудрое внимание. Таковы два условия для возникновения злобы. Абдхама сутта, восьмая. АН 2.125. Благословенный сказал, монахи, есть эти два условия для возникновения неправильных воззрений. Какие два? Один, высказывание другого человека и, два, немудрое внимание. Таковы два условия для возникновения неправильных воззрений. Навама сутта, 9. А.Н. 2.126 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два условия для возникновения правильных воззрений. Какие два? 1. Речь другого человека и, 2. Мудрое внимание. Таковы два условия для возникновения правильных воззрений. 1. Примечание переводчика С.В. В суттах обретение правильных воззрений обычно равнозначно достижению плода вступления в поток». ДАСАМА СУТТА, 10. А.Н. 2.127 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида проступков. Какие два? 1. Легкий проступок и, 2. Серьезный проступок. Таковы эти два вида проступков». Якадасама СУТТА, 11. А.Н. 2.128 Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два вида проступков. Какие два? 1, грубый проступок и, 2, проступок, не являющийся грубым. Таковы эти два вида проступков. Двадасама сутта, 12-я. А.Н. 2.129. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида проступков. Какие два? 1, поправимый проступок и, 2, непоправимый проступок. Таковы эти два вида проступков. Сутты А.Н. 2.130-133. Эти четыре сутты, последовательно соединённые вместе, являются А.Н. 4.176. Панчама сутта, 5. А.Н. 2.134. Благословенный сказал, монахи, обладая двумя качествами, глупый, несведущий, плохой человек держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упрёков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Какими двумя? 1. Без изучения и тщательного рассмотрения он хвалит того, кто заслуживает порицания. 2. Без изучения и тщательного рассмотрения он порицает того, кто заслуживает похвалы. Обладая этими двумя качествами, глупый, несведущий, плохой человек держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упрёков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая двумя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Какими двумя? Изучив и тщательно рассмотрев, он порицает того, кто заслуживает порицания. Изучив и тщательно рассмотрев, он хвалит того, кто заслуживает похвалы. Обладая этими двумя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Чхаттха сутта, шестая. АН 2.135. Благословенный сказал, монахи, обладая двумя качествами, глупый, несведущий, плохой человек держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Какими двумя? 1. Без изучения и тщательного рассмотрения он верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. 2. Без изучения и тщательного рассмотрения он относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись доверием. Обладая этими двумя качествами, глупый, несведущий, плохой человек держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Монахи, обладая двумя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Какими двумя? Изучив и тщательно рассмотрев, он относится с подозрением к обстоятельству, к которому стоит отнестись с подозрением. Изучив и тщательно рассмотрев, он верит обстоятельству, к которому стоит отнестись с доверием. Обладая этими двумя качествами, мудрый, сведущий, хороший человек поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Саптама сутта, седьмая. АН 2.136. Благословенный сказал, монахи, глупый, несведущий, плохой человек, который ведет себя плохо по отношению к двум личностям, держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Каким двум? Один, к своему отцу и, два, матери. Глупый, несведущий, плохой человек, который ведет себя плохо по отношению к этим двум личностям, держит себя в изувеченном и скалеченном состоянии. Он достоин порицания и упреков со стороны мудрых, и он порождает множество неблагих заслуг. Монахи, мудрый, сведущий, хороший человек, который ведет себя хорошо по отношению к двум личностям, поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не порицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Каким двум? К своему отцу и матери. Когда мудрый, сведущий, хороший человек ведет себя хорошо по отношению к этим двум личностям, он поддерживает себя неизувеченным и неискалеченным. Он безупречен и не полицается мудрыми, и он порождает множество благих заслуг. Аттхама сутта, восьмая. АН 2.137. Сутта идентична предыдущей АН 2.136, но здесь вместо отец и мать идут Татхагата и ученик Татхагаты. Навама сутта, девятая. АН 2.138. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи. Какие две? Один, очищение собственного ума и, два, когда человек не цепляется ни к чему в мире. Таковы эти две вещи. Дасама сутта, десятая. АН 2.139. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи. Какие две? Один, злость и, два, враждебность. Таковы эти две вещи. Якадасама сутта, одиннадцатая. АН 2.149. Благословенный сказал, монахи, есть эти две вещи. Какие две? Один, устранение злобы и, два, устранение враждебности. Таковы эти две вещи. Патхама сутта, первая. АН 2.141. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида даров. Какие два? Один, дар материальных благ и, два, дар Дхаммы. Таковы два вида даров. Из этих двух видов даров Дар Дхаммы является высочайшим. Дутия сутта, вторая. АН 2.142. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида подношений. Какие два? Один, подношение материальных благ и, два, подношение Дхаммы. Таковы два вида подношений. Из этих двух видов подношений, подношение Дхаммы является высочайшим. Татья сутта, третья. АН 2.143. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида щедрости. Какие два? Один, щедрость материальными благами и, два, щедрость Дхаммы. Таковы два вида щедрости. Из этих двух видов щедрости, щедрость Дхаммы является высочайшей. Читуттха сутта, четвертая. АН 2.144. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида оставления. Какие два? Один, оставление дарением материальных благ и, два, оставление дарением Дхаммы. Таковы два вида оставления. Из этих двух видов оставления и оставление дарением Дхаммы является высочайшим. Панчама сутта, пятая. АН 2.145. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида богатства. Какие два? Один, материальное богатство и, два, богатство Дхаммы. Таковы два вида богатства. Из этих двух видов богатства богатство Дхамы является высочайшим. Чхат Дха Сутта, 6. АН 2, 146. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида наслаждения. Какие два? Один, наслаждение материальными благами и, два, наслаждение Дхамой. Таковы два вида наслаждений. Из этих двух видов наслаждения наслаждение Дхамой является высочайшим. Саптама Сутта, 7. АН 2, 147. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида разделения. Какие два? Один, разделение материальных благ и, два, разделение Дхамы. Таковы два вида разделения. Из этих двух видов разделения разделение Дхамы является высочайшим. От Дхамма Сутта, 8. АН 2, 148. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида поддержания благоприятных отношений. Какие два? Один, поддержание благоприятных отношений материальными благами и, два, делание этого Дхамой. Таковы два вида поддержания благоприятных отношений. Из этих двух способов поддержания благоприятных отношений Дхамы является высочайшим. Новама Сутта, 9. АН 2, 149. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида содействия. Какие два? Один, содействие материальными благами и, два, содействие Дхамой. Таковы два вида содействия. Из этих двух видов содействия содействие Дхамы является высочайшим. Дасама Сутта, 10. АН 2, 150. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида сострадания. Один. Какие два? Один, сострадание, проявленное материальными благами и, два, сострадание, проявленное Дхамой. Таковы два вида сострадания. Из этих двух видов сострадания сострадание, проявленное Дхамой, является высочайшим. Один, анукампа. Это слово обычно означает сострадание или сочувствие, проявленное на деле неким поступком. Медитативное сострадание, как состояние ума, обычно обозначается словом коруна. Патхама Сутта, 1. АН 2, 151. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида необычайной щедрости. Какие два? Один, необычайная щедрость материальными благами и, два, необычайная щедрость Дхамой. Таковы два вида необычайной щедрости. Из этих двух видов необычайной щедрости, необычайная щедрость Дхамой является высочайшей. Дутия Сутта, 2. АН 2, 152. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида гостеприимства. Какие два? Один, гостеприимство материальными благами и, два, гостеприимство Дхамой. Таковы два вида гостеприимства. Из этих двух видов гостеприимства, гостеприимство Дхамой является высочайшим. Татья сутта, третья. А.Н. 2.153. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида исканий. Какие два? Один, искание материальных благ и, два, искание Дхаммы. Таковы два вида исканий. Из этих двух видов исканий, искание Дхаммы является высочайшим. Читуттха сутта, четвертая. А.Н. 2.154. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида поисков. Какие два? Один, поиск материальных благ и, два, поиск Дхаммы. Таковы два вида поисков. Из этих двух видов поиска, поиск Дхаммы является высочайшим. Панчама сутта, пятая. А.Н. 2.155. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида выискиваний. Какие два? Один, выискивание материальных благ и, два, выискивание Дхаммы. Таковы два вида выискиваний. Из этих двух видов выискиваний, выискивание Дхаммы является высочайшим. Чхаттха сутта, шестая. А.Н. 2.156. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида почитания. Какие два? Один, почитание материальными благами и, два, почитание Дхаммой. Таковы два вида почитания. Из этих двух видов почитания, почитание Дхаммой является высочайшим. Панчама сутта, седьмая. А.Н. 2.157. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида даров, которые дарят гости. Какие два? Один, дар материальных благ и, два, дар Дхаммы. Таковы два вида даров, которые дарят гости. Из этих двух видов даров, которые дарят гости, Дхамма является высочайшим. А.Н. 2.158. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида успеха. Какие два? Один, успех в отношении материальных благ и, два, успех в отношении Дхаммы. Таковы два вида успеха. Из этих двух видов успеха успех в отношении Дхаммы является высочайшим. А.Н. 2.159. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида роста. Какие два? Один, рост в материальных благах и, два, рост в Дхамме. Таковы два вида роста. Из этих двух видов роста рост в Дхамме является высочайшим. А.Н. 2.160. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида самоцветов. Какие два? Один, материальный самоцвет и, два, самоцвет Дхаммы. Таковы два вида самоцветов. Из этих двух видов самоцветов самоцвет Дхаммы является высочайшим. А.Н. 2.169. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида накоплений. Какие два? Один, накопление материальных благ и, два, накопление Дхаммы. Таковы два вида накоплений. Из этих двух видов накоплений накоплений Дхаммы является высочайшим. Два Дасама Сутта, двенадцатая. А.Н. 2.162. Благословенный сказал, монахи, есть эти два вида разрастаний. Какие два? Один, разрастание в материальных благах и, два, разрастание в Дхамме. Таковы два вида разрастаний. Из этих двух видов разрастаний разрастание в Дхамме является высочайшим. Патхама сутта, первая. АН 2.163 Благословенный сказал, монахи, есть эти два качества. Какие два? Один, умение во вхождении в медитативное достижение и, два, умение в выхождении из медитативного достижения. Таковы два качества. Один. Один, смотри. СН 34, где объясняются еще несколько качеств, связанных с достижением джхан, то есть практикой самадхи. Сутты АН 2.164.179 Как и в предыдущей сутте АН 2.163, здесь перечисляются два качества. Честность и доброта, АН 2.164 Терпение и мягкость, АН 2.165 Мягкость речи и гостеприимства, АН 2.166 Непричинение вреда и чистота, АН 2.167 Отсутствие хранения дверей органов чувств и неумеренность видя, АН 2.168 Охранение дверей органов чувств и неумеренность видя, АН 2.169 Сила обдумывания и сила развития, АН 2.170 Сила осознанности и сила сосредоточения, АН 2.171 Успокоение и прозрение, АН 2.172 Неудача в нравственном поведении и неудача в воззрении, АН 2.173 Совершенство в нравственном поведении и совершенство воззрения, АН 2.174 Частота нравственного поведения и чистота воззрения, АН 2.175 Частота воззрения и стараний в соответствии со своим воззрением АН 2.176 Недовольствование и в плане благих качеств и неутомимость в старании, АН 2.177 Замутненность ума и отсутствие бдительности, АН 2.178 Осознанность и бдительность, АН 2.179 Патхама сутта, первая. АН-2-180. Благословенный сказал, «Монахи, есть эти два качества. Какие два? Один, злость и, два, враждебность. Таковы два качества». Сутты АН-2-181-189. Как и в предыдущей сутте АН-2-180, здесь перечисляются два качества – клевета и высокомерие, АН-2-181. Зависть и скупость. АН-2-182. Лживость и коварство. АН-2-183. Без стыдства и безбоязненность совершить проступок. АН-2-184. Незлоба и невраждебность. АН-2-185. Ни клевета и невысокомерие. АН-2-186. Независть и нескупость. АН-2-187. Ни лживость и не коварство. АН-2-188. Стыд и боязнь совершить проступок. АН-2-189. Сутты АН-2-190-194. Сутты аналогичны АН-2-180-184, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, обладая двумя качествами, человек пребывает в страдании. Сутты АН-2-195-199. Сутты аналогичны АН-2-185-189, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, обладая двумя качествами, человек пребывает счастливым. Сутты АН-2-200-204. Сутты аналогичны АН-2-180-184, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, эти два качества ведут к упадку монаха, являющегося учеником. Сутты АН-2-205-209. Сутты аналогичны АН-2-185-189, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, эти два качества ведут к неупадку монаха, являющегося учеником. Сутты АН-2-210-214. Сутты аналогичны АН-2-180-184, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, обладая этими двумя качествами, человек оказывается в аду, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН-2-215-219. Сутты аналогичны АН-2-185-189, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, обладая двумя качествами, человек оказывается в небесном мире, как если бы его туда затянули силой. Сутты АН-2-220-224. Сутты аналогичны АН-2-180-185, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, обладая двумя качествами, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в состоянии лишений, в плохих уделах, в нижних мирах, в аду. Сутты АН-2-225-229. Сутты аналогичны АН-2-185-189, но вместо фразы «Есть эти два качества», здесь идёт, обладая двумя качествами, с распадом тела, после смерти, человек перерождается в благом уделе, в небесном мире. Сутты АН-2-230-279. Эти десять групп сутты идентичны предыдущим десяти группам АН-2-180-229 за небольшим изменением. Есть эти два неблагих качества АН-2-230-234. Есть эти два благих качества АН-2-235-239. Есть эти два порицаемых качества АН-2-240-244. Есть эти два безупречных качества АН-2-245-249. Есть эти два качества, имеющие своим исходом страданий. АН-2-250-254. Есть эти два качества, имеющие своим исходом счастья. АН-2-255-259. Есть эти два качества, которые оканчиваются страданием. АН-2-260-264. Есть эти два качества, которые оканчиваются счастьем, АН-2-265-269, есть эти два качества, причиняющих боль, АН-2-270-274, есть эти два качества, не причиняющих боль, АН-2-275-279. Патхама сутта, первое. АН-2-280. Благословенный сказал, монахи, по этим двум причинам Татхагата предписал правила тренировки для своих учеников. По каким двум? Один, ради благополучия Сангхи, два, ради спокойствия Сангхи. А также, по этим двум причинам Татхагата предписал правила тренировки для своих учеников. По каким двум? Ради сдерживания капризных личностей, и чтобы хорошо себя ведущие монахи могли пребывать в спокойствии. Ради сдерживания пятен умственных загрязнений, присущих этой жизни, и ради рассеивания пятен умственных загрязнений, присущих будущей жизни. Ради сдерживания враждебностей, присущих этой жизни, и ради рассеивания враждебностей, присущих будущей жизни. Ради сдерживания изъянов, присущих этой жизни, и ради рассеивания изъянов, присущих будущей жизни. Ради сдерживания опасностей, присущих этой жизни, и ради рассеивания опасностей, присущих будущей жизни. Ради сдерживания неблагих качеств, присущих этой жизни, и ради рассеивания неблагих качеств, присущих будущей жизни. Из сострадания к мирянам, и прекращения группирований тех, кто обладает порочными желаниями. Чтобы те, у кого нет доверия, могли бы обрести доверие, и ради увеличения доверия тех, у кого уже есть доверие. Ради продолжительности благой Дхаммы, и ради способства в нее дисциплине. По этим двум причинам Тадхагата предписал правила тренировки для своих учеников. Сутты АН 2.281.309 Сутты идентичны предыдущей АН 2.280, но вместо «предписал правила тренировки», здесь идут другие фразы. Предписал Патимокху, АН 2.281 Предписал декламацию Патимокхе, АН 2.282 Предписал приостановку Патимокхе, АН 2.283 Предписал церемонию приглашения в сознание и в проступки, АН 2.284 Предписал приостановку церемонии приглашения, АН 2.285 Предписал правомерный акт осуждения, АН 2.286 Предписал правомерный акт помещения в зависимость, АН 2.287 Предписал правомерный акт изгнания, АН 2.288 Предписал правомерный акт урегулирования разногласий, АН 2.289 Предписал правомерный акт приостановки, АН 2.290 Предписал наложение испытательного срока, АН 2.291 предписал возвращение к началу, АН 2.292, предписал наложение наказания, АН 2.293, предписал исправление, АН 2.294, предписал восстановление, АН 2.295, предписал устранение, АН 2.296, предписал полное монашеское посвящение, АН 2.297, предписал правомерный акт, состоящий в рекомендации, АН 2.298, предписал правомерный акт. Включающий рекомендацию как вторичный, АН 2.299, предписал правомерный акт, включающий рекомендацию как четвертый, АН 2.300, предписал правило, когда прежде ничего не было предписано. АН 2.301, добавил поправку к уже предписанному правилу, АН 2.302, предписал устранение присутствием, АН 2.303, предписал устранение на основании припоминания, АН 2.304, предписал устранение на основании прошлого безумия, АН 2.305, предписал признание нарушения правила, АН 2.306, предписал мнение большинства, АН 2.307, предписал заявление о тяжком неблагом поведении, АН 2.308, предписал покрытие. травой, АН-2-309. Подхама сутта, первая. АН-2-310. Благословенный сказал, монахи, ради прямого знания жажды следует развивать две вещи. Какие две? Один, успокоение и, два, прозрение. Ради прямого знания жажды следует развивать эти две вещи. Сутты АН-2-311-319. Сутты идентичны АН-2-310, но вместо, ради прямого знания жажды. Здесь идут другие фразы. Ради полного понимания жажды. Ради полного уничтожения жажды. Ради оставления жажды. Ради уничтожения жажды. Ради преудоления жажды. Ради угасания жажды. Ради прекращения жажды. Ради отказа от жажды. Ради покидания жажды. Сутты АН-2-320-479. Сутты идентичны группе сутты АН-2-310-319, Но вместо жажды, идут иные значения, злобы, заблуждения, злости, враждебности, клеветы, презрения, зависти, скупости, неискренности, лукавства, упрямства, горячности, самомнения, надменности, опьянения, беспечности.